Добрый вечер! Позади еще один осенний день. День пожилого человека. Сегодня международный день музыки. Всех причастных поздравляем. Ну и теперь самое время подвести некоторые итоги понедельника и подробно обсудить все важное и главное. Классика в новом формате. Впервые на сцене Астраханского театра оперы и балета выступил военный оркестр Нацгвардии. Ну и теперь к новостям культуры. Впервые военный оркестр Нацгвардии России выступил на сцене Астраханского театра оперы и балета. Солистом концертной программы стал известный российский баритон Максим Щербицкий. В сопровождении оркестра он исполнил более 20 популярных классических эстрадных и рок-композиций на 8 языках. Максим Щербицкий родился и вырос в Смоленске. Занимается музыкой с 6 лет. С Астраханью его связывают годы учебы. В консерватории работа солистом в государственном музыкальном театре. Затем Максим уехал в Москву и сумел заявить о себе. Сейчас он ведущий российский певец, выступающий как сольно, так и с оркестром Росгвардии. Ну, кстати, военный музыкальный коллектив в составе 60 музыкантов под руководством главного военного дирижера полковника Владимира Васюка произвел впечатление на астраханцев. Галоконцерт под названием «Шелковый путь» увидели сотни астраханских росгвардейцев, члены их семьи, ветераны войск, правопорядка, курсанты астраханских училищ. Как отметил в эксклюзивном интервью канала «Семплюс» Максим Щербицкий, эта концертная программа не разовая. Она сформирована для целого гастрольного тура. Оркестр подготовил со мной такую разнообразную программу, открывающую для оркестра тоже новый горизонт. Ведь география гастролей оркестра очень широкая. Это и Европа, это и азиатские страны. В ноябре намечена поездка в Сингапур. И поэтому эта программа, вы знаете, она... Интервью с Максимом Щербицким смотрите в субботу в программе «Светская жизнь» на канале «Семплюс». Людям всегда есть о чем пошептаться. «Светская жизнь» на канале «Семплюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова